всем привет дорогие друзья сегодня наше видео будет посвящено распаковки распаковки посылки которую я заказывал какое-то время назад на одном из всем известных китайских сайт так значит нас вот она пришла шла на около двух месяцев и значит в этой посылочке должен быть боец 332 роты 501 легиона ну что ж давайте-ка посмотрим что у меня здесь начнем сейчас открывать чтобы не портить посылку я самому бойца заказывал без упаковки они тут обычно таких картонных упаковках прозрачных красивеньких и смотрим прививаем значит вот упакована очень доводит их о скажем так упорщитая наша всеми любимая бумага но она такая довольно таки и полосочки сделан на самом деле в этом магазине дорогой не первый раз но до этого заказал 10 сантиметровые фигурки это у нас 16 сантиметров копия игрушки от по звездным войнам так открываем и смотрим что а здесь у нас сам пехотинец 332 роты передовой боец значит кто не в курсе 332 рота у нас было показано в седьмом сезоне мультсериала войны клонов и значит это скажем так личная рота асокетант которая под командованием уже командора векса когда ему довезла не командора отправилась на освобождение мандалора и значит бойцы через память да и уважение к своему командиру асокетан она которая на тот момент уже ушла из ордена джедаев покрасили свои шлема вот такого-то оранжевый цвет с белыми элементами виде ее леса как мы видим фигурка ну понятно дело потом значит существование роты закончилась с выполнением скажем так приказа 60 отшивый да был бой на винаторе винатор упал на планету неизвестную вся рота соответственно погибла выжили только асока и капитан рек теперь что касаемо фигурки фигурка очень детализирована я скажу скажем так честно вот на самом деле она стоит своих денег да то есть ее стоимость была одной вот этого фигурки до 16 сантиметровой была как стоимость 5 фигурок 10 сантиметров конечно да вот видите что вы руки тут немножко не жестко но этому критично все испарим а на все значит вращается все полностью хорошо вы сделали довольно таки добротно крыло все элементы доспеха очень хорошо отделаны да то есть но как мы видим броня у вас здесь из фильма какие-то составные части от нас сообществе со счетом вот очень хорошо можете посмотреть детализирован . вот все у нас двигается все полностью подсумки которые у них висят на поясе до из игры у вас весьма детонаторов вот значит да как и же скажем тогда с банной но смотрим убиваем но все гнется все отлично видите можно придать ему любую позу ну понятно надо немножко по разрабатывать конечно но в общем и целом если честно я доволен фигурка действительно очень хорошая хорошо все сделано добротно так что касаемо на фото оружие значит здесь у нас дичьи 15 а как видите да немножко огнута вы можете наблюдать да здесь вот рукоятка сама винтовка немного но это не критично скажем так мы это выровняем все скажем так это поправим то есть принципе и не кстати все вот доволит эти очень хорошо тоже детализировано знаете и вот все вот части понятно дело видно было что отлита не тот так и вот у нас 10 15 с такая же проблема на кривоватая у нас так и вот и Субтитры создавал DimaTorzok Отлично То есть, грубо говоря, если из такого же набора заказать, да, то уже вот, например, голову, то есть мы можем поменять голову на обычного солдата из 501, да, и, в принципе, будет у нас боец 501-го легиона, да, просто обычный, ну, опять же, это тоже боец 501-го легиона, ну, конкретно, 332-й роты Вот получился небольшой обзорчик на фигурку, ссылка на фигурку будет в описании, если вдруг кто-то захочет заказать, посмотреть, вот, я думаю, скорее всего, буду еще заказывать этих фигурок, уж очень, очень он мне понравился, вот. Весьма и весьма. Думал, что закажу только одного, но, скорее всего, наверное, закажу еще кого-нибудь, благо различных фигурок хватает, а не только клоны, там и штурмовики есть, и персонажи, контактные, главные герои, там, главные зрители. Ну, в общем, такая вот у нас фигурка. Спасибо за внимание, и добрый год с вами, Сера. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok